Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Пришел вопрос от одного из наших зрителей. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Это говорит Христос. Синодальный перевод я цитирую. Одни же Иоанна Крестителя до ныне. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. И спрашивает наш зритель недавно, читая современный английский перевод Нового Завета, Good News Translation. Натолкнулся на стих и очень удивился, что перевод дает совершенно другой смысл, нежели привычный нам синодальный. The kingdom of heaven has suffered violent attacks, and violent men try to seize it. Но в современном русском переводе, наверное, имеется в виду перевод российского библейского общества, передается тот же смысл. Он, кстати, довольно часто похож на перевод Good News. Поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Вопрос. При этом традиционный перевод и святотические комментарии говорят совершенно о другом. Об усилиях, которые должен приложить человек, чтобы получить Царство Небесное. Какая же мысль ближе к оригинальному тексту? Вот сразу дам ответ – обе. Вас это удивит, да? Ну, смотрите, там в реческом оригинале слово Беадзетой. Это либо медиальный, либо пассивный залог от глагола «брать силой». Значит, знаете, даже третий смысл можно привести. Царство Небесное с силой прорывается. Если медиальное значение. Медиальное – это возвратное, то есть сам себя. Я сейчас очень кратко изложу вот три основных понимания. Ну, два основных, и третье как бы еще тоже немножечко возможное. Первое, которое традиционное, которое действительно обычно присутствует в проповедях и в творениях святых отцов. Если ты хочешь получить Царство Небесное, ты должен употребить усилия. Вот просто так оно тебе не дается. Второе понимание – Царство Небесное претерпевает насилие со стороны людей, которые всячески пытаются ему противостоять. Ну, и третий перевод – Царство Небесное само с силой, вот как младенец там из чрева матери, прорывается наружу. Вот оно стремится войти в этот мир. А противоположны ли эти толкования? На первый взгляд – да, на буквальном уровне – да. Либо Царство Небесное берется с силой – это хорошо, потому что вот сила – это правильная вещь. Либо оно терпит насилие – это плохо. Либо это констатация факта, ну, просто вот оно с некоторой силой прорывается. Вы знаете, а мне кажется, совсем не нужно ставить вопрос либо-либо. Понятно, почему святотические комментарии, как правило, на положительное обращают внимание. Потому что значительную роль в святотических комментариях играет такая христианская педагогика. Вот ты не сиди и не жди, пока тебе в рот пироги повалятся, это Царство Небесное будет. А давай ты тоже что-нибудь сделай. Мне кажется, с педагогической точки зрения это очень верный подход, правда? То есть человеку внушаются мысли, что он должен тоже что-то сделать. Что Царство Небесное – это не абстрактное понятие, которое вот красиво звучит, но ничего не значит. Это не место, куда после смерти попадают хорошие люди. Вот они при жизни хорошо себя вели, их потом отправляют куда-то, вот где очень приятно и хорошо жить. А это что-то такое, что на протяжении всей твоей жизни в этом мире, а в другом мы пока не знаем, как будет, ты должен стремиться приобрести. И это требует от себя определенных усилий. Прекрасная мысль. Мне кажется, она очень верно согласуется с проповедью Христа. Но другая мысль, что Царство Небесное… Вот пришло Царство Небесное, все сказали, ага, здорово, и пошли заниматься своими делами. Нет, все Евангелие о том, как с ним воюют, про то, что есть вот фарисеи, саддуки, книжники, иродиане, потом и римская власть подключается по запросам всех этих предыдущих деятелей, стремятся каким-то образом удалить это Царство. Вот не надо нам этого ничего, у нас все свое, у нас все схвачено. Только лишнее беспокойство, лишние риски. Не надо и заканчивается распятием Христа. Почему? Да потому что он проповедует Царство Небесное, между прочим, на кресте, над его головой надпись «Иисус Назарей, царь иудейский». Пилат, конечно, это сделал как бы в насмешку над евреями, которые сильно, видимо, ему не нравились. Но это же вот смысл его обвинения. Его казнили за то, что он устанавливает свое царство. Он устанавливает не свое царство, новое государство какое-то, а он устанавливает Царство Небесное, которое не противоположно политическим государствам того времени, Римской империи или каким-то другим возможным вариантам. То есть сказать, что Царство Небесное претерпевает насилие со стороны людей, которые противятся ему, тоже абсолютно соответствует Евангелию. Ну и третий такой промежуточный вариант, что оно само прорывается с силой. Так ведь все Евангелие про вот это рождение Царства вопреки. Вот приходит Христос и говорит, ну сначала даже Иоанн Креститель, но Христос с особой силой приблизилось к Царству Небесное. Приблизилось и что? Как автобус к остановке подъезжает? Сейчас приблизится совсем, мы в него сядем и поедем дальше. Здорово, билеты уже куплены. Нет, конечно, оно наступает, преодолевая эти препятствия само в том числе. А что значит само? Ну это очень близко к первому пониманию. То есть человек прикладывает усилия, но не один. А вот Царство есть посреди вас и бесконечные притчи, которые Христос предлагает. Что Царство – это что-то такое, что входит в этот мир, его преображают изнутри. И оно обладает силой. И это не просто красивая концепция. Мы очень много имеем таких красивых слов, которые мы без конца употребляем. Каждый раз, как спросишь, а что ты имеешь в виду конкретно? Неважно, какие концепции, традиции, скрепы или демократия, свободы, любые, из любого политического лексикона. Вот спросишь, что конкретно происходит, зачем нам это нужно, как мы можем этому поспособствовать. Человек очень часто затрудняется ответить. Вот Царство Небесное – не абстрактная концепция, это некоторая новая форма жизни, это некоторая новая форма отношений людей с Богом и между собой, коллективное понятие. Царство – это, если я один, нет никакого царства, просто есть мое духовное самоусовершенствование, допустим, в лучшем случае, если оно вообще есть. А царство – там, где есть много нас, там, где мы вступаем в какие-то отношения друг с другом. И вот об этом Евангелие, да, и поэтому мне кажется, что все понимания этого места, они справедливы, так тоже бывают.